Микс Ньюс. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро. В студии радио «Болтком» программа «Без антракта». Я ведущая Евгения Шерменева, звукорежиссер Евгений Копеин. Всем доброе утро. У нас на скайп-связи Яна Лисовская из Ганновера. Яна, доброе утро. Доброе утро. Будем говорить медленно, чтобы всё включалось, потому что интернет сейчас, по-моему, у всех перезагружен. И у нас периодически бывают такие сбои. Вы же тоже, наверное, работаете и учитесь теперь через интернет в Ганновере? Ну, мы стараемся. Мы стараемся переходить как-то в онлайн-режим. И вот, что касается меня, мне просто нужно переделать весь мой проект театральный, премьера которого была назначена на июнь. И теперь стало ясно, что её не состоится, этой премьеры. То есть, как бы, может быть, мы где-то к сентябрю подберёмся к формату уже личного общения друг с другом. Поэтому жалко, если пропадёт, потому что пьеса написана, она написана по принципу вербатима. И, так сказать, мы уже что-то там пытались сделать и организовать. Теперь нужно понимать, как это всё переносить в онлайн-режим, визуальное общение, как организовать всех участников, чтобы они, каждый сидя по своей квартире, попытался сыграть эту историю. То есть, для меня это совершенно путешествие на какие-то непонятные звёзды, которых я ещё никогда не была. Поэтому я, слава богу, мне кто-то будет помогать с точки зрения технической, потому что непонятно там, ну, ЦУМ, ну, конференция. Ну, а как играть-то, как рассказывать историю? Скажи мне, пожалуйста, я сейчас немножко расскажу, почему мы с тобой разговариваем, почему я тебя вытащила в этот эфир, почему для меня это важно. Я же такой, ну, у меня опыт работы на радио чуть меньше года. Я вышла в первый раз в эфир на радио «Болтком» прошлым летом и рассказывала о тех людях, с которыми я встречалась здесь, в Балтии, в России. Кто-то приходил ко мне в эфир, было интересно всё. А тут вот из-за того, что действительно все вышли онлайн в связи вот с эпидемией, да, и в связи с тем, что все страны вдруг всех оставили дома людей, то вдруг мир, наоборот, не сузился для меня, а он как-то расширился намного больше. Потому что мы вот начали с тобой там в каких-то группах пересекаться более часто, чем раньше. Раньше у нас было просто там какие-то взаимоотношения, а сейчас у нас есть какие-то общие группы, общие знакомства, есть много идей. Я слежу за тем, что делают люди онлайн. Вот то, что ты говоришь, репетиции проводят, это уже, а и спектакли играют. Я вчера, например, смотрела спектакли, я сейчас попозже расскажу. Довольно интересный опыт для меня, он с точки зрения технического, он может быть там для нас, как людей из другого театра, он, может быть, был бы странный, наверное, с точки зрения сюжетной и исполнительской, но вот как это всё придумано и сделано, на меня вчера произвело впечатление. Итак, мы с Яной Лисовской познакомились много лет назад в Московском художественном театре, когда руководителем и главным режиссёром был Олег Николаевич Ефремов. Яна является его ученицей. Это был прекрасный курс, про который мы тоже недавно вспоминали здесь в эфире. Это курс, на котором учился Дмитрий Брусникин, Марина Брусникина. Марину в Риге знают, она поставила здесь спектакль про Михаила Чехова в рижской русской драме. Дмитрия Брусникина тоже знают, специалисты, конечно, и любят, потому что мастерская Брусникина, его студенты, его выпускники, его работа с вербатимом, о чём мы тоже с тобой давай сейчас поговорим немножко, это одно из тех направлений в работе в театре, которые, конечно, здесь интересуют специалистов и каких-то зрителей тоже. И мы вот пересеклись с тобой год назад в Берлине. Увиделись, да, спустя много лет. Ты давно уже уехала в Германию, работаешь успешно. И снимаешься, и работаешь в театре, и у тебя был опыт постановки немецкой пьесы в России, в Российском академическом молодёжном театре. Соня Апфельбаум у меня была тоже в эфире вот в марте месяце, и мы разговаривали о том, как работает РАМТ сейчас. Вот, поэтому я подумала о том, что раз уж мы все находимся дома и всё равно все эфиры ведём по скайпу, то у нас теперь неограниченные возможности поговорить с людьми, которые находятся где-то совсем в других странах, в других городах, и точно так же переживают этот период, как и все актёры во всём мире, находясь дома, лишённые сцены, зрителя и возможности такой привычной работы. Ну вот, поговорим про ваш курс немножко, вспомним людей, с которыми ты работала, и кто, как, что, где, с кем ты ещё поддерживаешь отношения, за кем ты следишь. Курс-то был звёздный. Ну, в общем-то, со всеми. Курс-то был звёздный. У нас был удивительный курс с точки зрения какой-то сплочённости. От нас он был, с одной стороны, ужасно счастливый, и, с другой стороны, на нём была какая-то такая печать ожидания, что ли. Нас всё время пытались, перенадеялись, что из нас получится театр. Вот он должен получиться, а так же не бывает. Оно либо получается, либо созревает, как, собственно, возникло в случае театра-студии «Человек» и так далее, либо мы все дозреваем. У меня такое ощущение, что весь этот наш курс Олега Николаевича, мы все были актёры, и вот постепенно, с возрастом, мы все уходим в совершенно какую-то другую поставь. То есть нам всем интересны режиссуры. Нам всем интересен совершенно другой угол взгляда на продукцию, которую мы делаем. То есть не изнутри одной роли, не из этой ячейки творить, а просто подняться наверх и понять, вообще, ради чего всё это. Вообще, зачем театр? Что это за место такое? Что это за профессия такая? Я понимаю, что, на самом деле, это же как бы удивительно, почему человеку нужно выходить на сцену и словами чужого персонажа рассказывать о своих чувствах. О своих всё-таки, да? В общем-то... Не о чужих, а о своих. Да. Вот поэтому курс был удивительный. Это был первый курс Олега Николаевича, поэтому, соответственно, нас знали буквально в первую же минуту. Вся театральная Москва нас знала, потому что Ефремов набрал вот этих 30 человек, и они уже были априори, мы были уже априори интересны театральной Москве. И это было совершенно удивительное время, время такого какого-то постижения глубочайшего. Я тут недавно услышала, Дмитрий Быков сказал о поколении шестидесятников, то есть вот тех, которые родились вокруг 60-х годов, скажем так, что их готовили... На мой взгляд, это потрясающее выражение, потому что он сказал, что их готовили к жизни в 5D, в 5D, не в 3D, а в 5D. То есть потому что у нас было такое образование, потому что нам такие люди передавали свои знания, причем не просто передавали, а утром они передавали, вечером мы шли в театр, смотрели, как они сами, так сказать, это могут и владеют этим. А через некоторое время мы оказались все вместе на сцене, с ними, с теми же нашими педагогами. Закончил свою мысль Дмитрий Быков тем, что ожить им надо было в 2D. Ну да, ведь вы же закончили, это был период как раз таких новых совершенно ожиданий, да? И Олег Николаевич же... Вы начали же работать еще, когда МХАТ был вот этим общим, да, большим? Вы же начали играть. Да, да. Это был знаменитый спектакль «Бал при свечах», где играла почти весь ваш курс, да? На который невозможно было попасть, и представить себе в доперестроечное время постановку «Мастера Маргариты», это, в общем, конечно, было такое... Диссидентство даже, да, так немножко. Ну, оно, надо сказать, что вообще Олег Николаевич, он же был человеком очень ищущим, да, ищущим правду во всем. Будь то, касался ли это литературы, пьесы, театра и жизни. Жизнь его претила как бы ложь, он мучился от этого ужасно и так далее. Да, и поэтому то, что с нами творили, я помню, когда выходил спектакль «Победим», у нас были лекции с Шатровым, который рассказывал нам о том, что он читал в архивах, о том, какова правда, как она выглядела и так далее. Поэтому этот, с одной стороны, конфликт с миром, потому что мы знали, что мы видели картинку, да, а с другой стороны, у нас появлялись другие знания, другие какие-то источники. С другой стороны, не конфликт. Мы же были уже особое поколение, вот это поколение, скажем, там, 80-х годов, мы были циники, мы были дети шестидесятников, то есть романтиков, абсолютно романтиков. Мы все поняли, что на самом деле нужно сидеть на комсомольских собраниях, нужно делать умное лицо, при этом мы читали всю подпольную литературу, при этом мы интересовались другими культурами и так далее, и так далее. То есть это уже тоже был некий микс, да, то есть мы были на сломе, мы были на сломе. То есть мне кажется, что вот, вот то, что касается нашего курса, там было очень много внутренней свободы. Что вам подарил Олег Николаевич внутреннюю свободу? Ну, на самом деле, я вчера, например, разговаривала с Михаилом Ефремовым по телефону, и мы тоже вспоминали Олегу Николаевичу, он просил передать тебе привет, мне сказали, что будешь в эфире. Да, и мы тоже вспоминали как раз по этому поводу, о внутренней свободе и о том, как бы вообще он сейчас на всё реагировал, на всё, что происходит. Мне что-то сказала мрачно, я думаю. Я себя тоже очень спрашиваю, и думаю, даже в каких-то моментах, и хорошо, что я этого не знаю, и хорошо, что он этого не переживает. Да. Ну, вот смотри, ты сейчас сказала, что ты готовишь новый спектакль, и это вербатим. Да. Для тебя это какой опыт, вот обращение к документальному театру? Знаешь, я уже на самом деле не первый раз это делаю, и случилось это 9 лет назад, здесь же в Шаушпельхаус Ханнофа, меня попросили сделать такой проект исследования, это, знаешь, наверняка очень популярно везде, не только в Германии, когда ты берёшь тему, и на основе этой темы, документальной темы, ты пытаешься создать некие тексты, некие высказывания и так далее. И наша тема была тема русских, приехавших в Германию. То есть нам было интересно рассмотреть, что это социальная группа, как они мучаются, как они переживаются, что это значит быть молодым человеком и сидеть на Опернкляц, здесь место около оперного театра, где собирается такая элитарная шпана, покуривать тропку, а после этого приходить домой, включать телевизор или находить телевизор включённым, там показывают какую-нибудь русскую серию, и у тебя на плите стоят борщи пельмени. То есть как бы вот это вот сочетание нас очень интересовало, есть ли в этом конфликт, есть ли в этом какой-то предел в ней себя, мучаются ли, счастливы ли. И тогда вот я собрала эту группу как бы условиям театра, чтобы группа была аутентичная, то есть люди должны быть из этой среды. всё вокруг этой пьесы, режиссура, декорация, свет и так далее, это всё профессиональное, то есть ведущие силы, руководящие силы профессиональные, а молодежь должна быть вот из этой среды. И вот мы с ними начали работать и поняли, что я всё время говорила, что в чём конфликт, где вам плохо, где вас ущемляют, и они ещё не понимали, что происходит, и не понимали, что я не хочу. И в какой-то момент вдруг произошёл такой поворот, и из них посыпались истории. История о бабушках, о дедушках, о том, кто кого как украл, что начало тогда в Казахстане быть русским немцем. То есть это было какое-то море историй, море историй. Мы эти истории написали, и дальше мы попытались их сыграть, эти истории, вот ровно так, как они написаны и сказаны. И получилось очень трогательное, такое щемящее заявление, наш голосок прозвучал, очень как-то так тонко, но чисто. И вот сейчас мы возвращаемся опять к той же тематике, то есть на самом деле появилось новое поколение, новое поколение, среди которых есть такое новое, например, понятие, как русский, понимающий по-русски. Ого! То есть русский человек, у него русские родители, но он в состоянии только понять русскую речь, он уже не может говорить на эдаке, и он не носитель, то есть он как-то себя соотносит с этой стороной, но он уже как бы дальше, видимо, на нём это прервётся. И вот сейчас на этом этапе нашей работы я вдруг поняла, что у меня уже не сыпется история, их нету, истории потеряны. И произошла невероятная мутация ценностей и важностей. Ну, я приведу такой маленький пример, там есть замечательная семья из Мариуполя, и, значит, там есть две истории, одна история про табуретку, которую они привезли с собой из Мариуполя, я сказала, а почему, почему, зачем нужно было везти табуретку? Мне, значит, ответили, что ты ничего не понимаешь, это была самая лучшая, самая удобная табуретка на свете. Но когда я проследила судьбу этой табуретки, так как она приехала из Магадана. И вот как интересно, там в Магадан переехал прадед этого героя, который работал в НКВД, и после войны он понимал, что ему надо спасаться, потому что начиналось еврейское дело, и он переехал в Магадан, потому что надеялся, что там уже никого искать не будут. И там купил эту табуретку, дальше, когда времена изменились, и он привез эту табуретку в Мариуполь, и когда пришло время уже в Германию, эта семья взяла эту табуретку. Но всё это потеряно. Осталась только эта самая удобная табуретка в мире. Или, например, они привезли столовый сервиз, то есть на Мельхиорово эти ложки. Понимаешь, вот когда мы с тобой их видим, эти ложки, мы с тобой сразу всё можем рассказать. Правильно? Они абсолютно, как бы, так сказать, закодированы, что ли. То есть мы понимаем, какого достатка должна была быть семья, в какие годы это куплено, это видно по рисунку, по всему и так далее. Как это надо чистить, как за этим надо следить, когда это выставлялось на стол, по каким особенным случаям. Понимаешь? И вдруг здесь эта ложка, она становится лучшей ложкой для того, чтобы из морозильника достать мороженое, этой ложкой, значит, подчеркнуть или там воткнуть в неё мороженое и достать мороженое так, чтобы ложка не погнулась, и она не гнётся. Она вдруг получила совершенно другую важность, эта ложка. То есть как бы купировалась, 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 и вот на самом деле как бы в этом и есть исследование, что купируясь, что нет. Что появилось поколение, там, например, одна тема о женщине, которая вышла замуж за немца, вышла через интернет, то есть познакомившись по интернету, и её дочь не понимает, почему это тайна семьи. Что она через интернет? Да, что они познакомились через интернет, он приехал, это был папа в Крыму, он приехал в Крым, он не говорил по-английски, она не говорила вообще ни на каких языках, но каким-то образом они решили всё-таки пожениться. Она переехала в Германию, дети переехали в Германию, и теперь как бы тот факт, что мама когда-то в интернете познакомилась с немцем, и в результате они поженились, он стал тайной. Такая запретная зона, да? Запретная зона такая, да? К обсуждению. Запретная зона. Что-то вроде проституции, не проституции, то есть как, ну, не коша, да? Не хорошо. И современная дочь, которая говорит, а что тут такого, собственно? Что это скрывается? Что в этом, что, почему это стоит скрывать? Понимаешь? То есть вот именно эти конфликты, непонимание и потери важности, они для меня очень... Скажи, пожалуйста, я спрошу тебя ещё об одном, ну, как бы сказать, спектакле, наверное, всё-таки, который ты анонсировал недавно на Фейсбуке. Вы с мужем записали аудиопостановку, да, я так понимаю. Вы это сделали в театре. Расскажи, пожалуйста, про это. Что это за работа? Почему вы решили её сделать? Она была задумана раньше или она просто вот так вот родилась в ситуации изоляции? Как это всё случилось? Знаешь, ей много лет этой работе. Мы в какой... Как тогда-то мы жили во Фрайбурге. А Фрайбург – это совершенно изумительный город, который находится на границе с Францией и Швейцарией. Германия, юго-запад Германии. Когда ты смотришь, что в Германии температура от 11 до 27, то 27 – это во Фрайбурге. Там не бывает зимы, там всё время крокусы какие-то или ещё что-то. Там всё прекрасно. И там жила Марина Ивановна Светаева. То есть она, будучи девочкой, очень часто приезжала в Германию. Она в общей сложности прожила в Германии 7 лет. И был дом, он есть, он остаётся дома-музеем, во Фрайбурге дом-музеем. И я, значит, как бы просто видя это, я, зная это и будучи во Фрайбурге, я вдруг обратилась к этой книге и поняла, что она совершенно уникальна. Она уникальна, потому что это тоже вот такое виртуальное общение. Переписка, да? Мир писем, который превращается в совершенно особую планету, да? И тогда я написала эту инсценировку. Инсценировку и переписки Марины Светаевой с… И Рильке, Райана Марии Рильке. Значит, так случилось, что Борис Пастернак их познакомил, потому что Рильке был знаком с отцом Пастернака и потом позже с Пастернаком. И Пастернак также, значит, в письмах порекомендовал Цветаеву как одной из самых интересных поэтесс России. И Рильке, правда, позволил ей написать ему письмо. Надо сказать, что, наверное, русские зрители, слушатели не очень понимают масштаб поэта Рильке, потому что это как бы, так сказать, бог. Это бог. Выше не может быть, мудрее, точнее и поэтичнее не может быть. И поэтому, так сказать, то, что Марина Ивановна позволила себе написать тогда Райну Марии Рильке, это был уже поступок со стороны Марины Ивановны. И вдруг из этой переписки родилась невероятная история, история, так сказать, ее можно назвать историей несостоявшейся любви, потому что Рильке, в тот момент, когда она написала, это был май 26-го года, ему оставалось жить до декабря. он не знал об этом, он не знал, что он умирает, он понимал, что он болен, но он не знал, что он умирает. И вот эти последние месяцы до сентября, они переписывали в сентябре, то ли она его напугала окончательно, Марина Ивановна, потому что она достала из своих ножен все женские орудия, которые только можно было достать, и они попали в цель, я в этом уверена. Но с сентября он перестал с ней общаться, он перестал ей отвечать, но у него была с этого момента русская экономка. То есть вот ему, так сказать, какая-то идентификация с Россией, какая-то связь с Россией ему все равно нужна была. И вы сделали из этого пьесу, да? 29 декабря, и на этом все законно. И вы сделали из этой переписки пьесу? Мы сделали из этой переписки пьесу, и тогда мы ее сыграли в надежде, что как-то это будет интересно для Фрайбурга с музеем Святарова и так далее. Но это очень сложно. Это невероятно высокоотточенные поэтические и непоэтические тексты. Это два гения, которые встречаются в этом своем выдуманном пространстве, и каждый хочет другого потрясти. То есть такие интеллектуальные игры, да? С твоим видением и так далее. Очень интеллектуальные игры такие, да? Художественные. С одной стороны, да. С другой стороны, мне, например, очень видна драматургия и Марина Ивановна. То есть я понимала, куда она хочет. Мне очень ясен рифт, застегнутый на все пуговички до последней, и которому страстность Марина Ивановна, и это желание быть в его жизни, оно его немножко напугало, конечно. И это чудесно, это чудесно. И сейчас вы решили и записали это как аудиоверсию, да? Знаешь, нет, получилось так, что вдруг он долго лежал, этот спектакль, мы его иногда поигрывали, и вдруг так получилось, что этим летом нас попросили его еще раз сыграть. Мы его сыграли в таком закрытом литературном клубе, и получили от этого такое колоссальное удовольствие, он отлежался, то есть много лет мы его не трогали. И то ли мы сейчас дозрели до этого уровня, то ли еще что-то произошло удивительное, но нам захотелось его играть. Дальше театр нам предложил его сыграть в этот спектакль. Мы сыграли его во вторник, 10 марта, а в четверг, 12 марта, закрыли все театры, закрыли все. То есть мы буквально с последней электричкой мы успели донести до зрителя эту историю. И дальше, после этой премьеры, от театра поступило предложение, чтобы мы сделали из этого аудиокнигу. Ну, я вас поздравляю, это интересная очень вещь. И я, конечно, не знаю немецкого, но я послушаю, наверное, это мне будет очень интересно. Знаешь, я читаю что-то по-русски, то есть стихи Цветаева, которые она посвятила Рильке, это все-таки звучит по-русски. Хотя я могу сказать, что то, что я слышу сейчас, и вот вчера, так сказать, был разговор с Интендаршей театра о том, что благодаря этой аудиокниге вдруг вся эта история получила невероятную интимность. Потому что, естественно, тебе не нужно говорить так громко, чтобы слышал десятый ряд. Все атрибуты сцены, все атрибуты нашей игры, они пропадают, и остается только голос. И это тоже как-то очень выигрышно. Ну вот еще одна тема, которую я хочу с тобой обсудить. Сейчас из-за того, что действительно все переходят в новый какой-то формат, что-то происходит в интернете, как вот я рассказала, я вчера посмотрела очень. У меня вчера было два интересных опыта, которые я хочу с тобой обсудить. Один – это творческая команда из Петербурга. Они делали в формате Zoom спектакль, и это было очень интересно, потому что они сами его сочинили, сами придумали там музыка, визуальное сопровождение. Ну, такие… Какой-то небольшой сюжет про Петербург современный. И мне очень понравилось, как это просто технически и воплощено, и как артисты не боятся друг с другом работать, находясь в разных квартирах, они играли диалоги. Понимаешь? То есть, не находясь рядом, они играли диалоги. Кто-то стоял… Вот это тоже моя мечта, да, ровно то, что я хочу сделать. Да, тоже кто-то стоял в двери, разговаривал с человеком, который сидит за столом, только один сидел за столом в своей квартире, а тот, кто в двери, сидел в своей квартире. А ощущение было, что вот это диалог. И мне вчера это очень понравилось просто, да, что у них это удалось поймать. Ну, то есть понятно, что всё равно это там не идеально, но у них удалось, они как-то друг друга слышат и могут взаимодействовать даже вот в таком формате. А второй спектакль я вчера послушала, это Елизавета Бан в мобильном художественном театре, который они сейчас открыли в доступ, можно скачать приложение, послушать. И вот этот аудиоспектакль уже… То есть, я не знаю, ты слышала про такую историю мобильный художественный театр, который запустили в прошлом году в Москве? Я вспомнил, но ничего не видела. Да, но там принцип был очень интересный, то, что ты скачиваешь приложение, и ты идёшь по улице с сюжетом, который сопровождает тебя в пространстве. Окей. Ну, у нас это было тоже здесь, в Ганновере, в Театре Форум, ты знаешь, есть такой официальный фестиваль, театр Форум, а такая проба была, и говоришь, это было очень мощно. Ну, это особенное, конечно, такое, ну, не знаю, по мне всё-таки это большее, наверное, развлечение и технологические пробы, но для артистов, конечно, это интересно по поводу звучания, как это всё звучит, и как это вписывается в пространство. Первый спектакль, который они выпустили, это было «Тысяча шагов» с Кириллом Серебренниковым, это его прогулка была записана, его голосом, ещё когда он даже был под домашним арестом, это вышло, то есть это было больше года назад, значит, намного, потому что как раз сейчас год, как они вышли из-под домашнего ареста, все и смогли работать. И сейчас вот этот мобильный художественный театр, он, естественно, из-за того, что пространство замкнутое теперь опять, они начали записывать другие версии, и мне это очень интересно, потому что то, что я слышала, это такой радиотеатр, на котором мы выросли, который был из всех кухонь, из всех холодильников, помнишь, раньше был радиотеатр. Скажи, в твоей жизни был опыт работы в радиотеатре? Я была гангстером русского радио. Я невероятно много работала на радио, на самом деле, мне это было очень интересно, и когда вот сейчас мы с Вольфом, моим мужем, писали «Цветаевую рильки», мы вошли в студию, это было бы ещё очень интересно, потому что театр пуст, нет никого, никого, и сидит в актёрше, наш, здесь это называется драматург, то есть человек, который, так сказать, отвечает за литературную часть этого нашего будущего произведения, он одновременно и режиссёр по тону, по звуку, и мы нашли, значит, в эту нашу маленькую комнату, которая обидится специально для радио, там всё стоят, микрофоны и так далее, и хак, который, значит, драматург, он мне говорит, ты стоя будешь писать или сидя? И вдруг это так интересно, потому что это инстинкты, я поняла, что во мне говорят инстинкты родиного человека, ну, конечно, стоят, Вольф, так сказать, по ленивости своей сказал, что он хочет посидеть, потому что долго это, значит, нужно было записывать, я поняла, что нет, стоят совершенно другое, совершенно другая, другая психофизика, это другие возможности, и голос твой может намного больше, и я этим занималась с моих 22 лет, и, конечно, когда мы снимали «Любовь и голуби», мои первые приставания к Сергею Юрьевичу Юрскому были исключительно на теле радио, потому что я всем говорила, объясните мне, как это работает, как это работает, вот как всё, всё, все твои жесты, весь твой взгляд, все твои возможности подействовать на партнёра, как это всё вложить в голос, это были очень интересные беседы, поэтому я родейный гангстер, скажу честно. То есть ты можешь передать на самом деле, у тебя есть знания, которые тебе дал когда-то Сергей Юрский? Ну, не только Юрский, я работала с таким замечательным режиссёром, как Владимир Гёртч-Шведов, и так далее, Собор Парижской Богоматери, Завтра была война, Три мушкетёра, Киплин, я не знаю, то есть я могу перечислять, ну, ещё, наверное, в течение... Это то, что ты записывал... Мои ближайшие друзья, Илья Уткин и Саша Бродский, такие замечательные архитекторы, они в это время работали в Америке много, и они записывали дикое количество, значит, радиопередач, чтобы в Америке это всё слушать, и всё время говорили, Лисовская, ты нам надоела, ты на КАФКА. Тебя много. Так, везде и всюду. Слушай, ну это ужасно интересная тема, потому что мне кажется, что сейчас люди, которые обратно в это втянутся, это будет потом очень трудно от этого отказаться, это же действительно совершенно другое... Это действительно совершенно другое качество театра и качество артиста, когда ты работаешь только голосом. Ты понимаешь, с одной стороны, ты права, с другой стороны, я думаю, то есть нам поступило сразу предложение, после того, как мы выпустили вот эту аудиокнигу, предложение о том, чтобы записать это на НДР, то есть это северное радио в Германии, чтобы это, значит, уже было не только в масштабе театрального портала, а уже просто, так сказать, серьезные радиопостановки. И, Люк, я представила, что вот в это во все будет вмешиваться человек, который видит эту историю иначе, да, и будет нам рассказывать, режиссировать все это, да. То есть это тоже совершенно третий формат. Да-да-да. Здесь мы такие нешлифованные, янтарики, а там нас будут шлифовать. И я думаю, что в этом есть очарование, что мы нешлифованные, да, что вот мы такие, как есть. Вот именно в этот период времени. Понимаешь, когда ты мне сейчас рассказываешь об опыте той петербургской группы, я думаю про себя, обязательно надо посмотреть, обязательно надо посмотреть. И здесь дело не в том, не только в том, а как им удается нас обмануть или создать иллюзию их совместного присутствия там, где их вместе нет. Это невероятная возможность создать некий продукт вот этого, так сказать, периода коронавируса, который рассказывает о живучести театра и его абсолютной необходимости. на самом деле я не знаю, что происходит с тобой, со мной происходит беда, потому что всё, что сейчас выкладывается онлайн и что-то можешь посмотреть и так далее, у меня предубеждение, я не могу, я не могу себя заставить. Я не могу себя заставить, я попыталась открыть три сестры Петра Штайна, подумала, ну-ка я улечу в то время. И вдруг я поняла, что я себя кастрировала абсолютно, я себя лишила настолько всего, потому что я была там, я помню вот это ощущение. Но это же в Амхате были гастроли, да? Да, да. Когда ты сидишь и думаешь, темнеет, не темнеет, темнеет, не темнеет, темнеет, не темнеет, у тебя сердце вылетает от того, что вот оно сейчас уже потемнело и сейчас начнётся чудо, и дальше оно начинается, это чудо, да, то, конечно, все варианты экранного воспроизведения всего этого, оно, конечно, меня, ну, как, я, например, когда я дочка-музыкант, я знаю все эти норовые партии мира наизусть, я не могу, я не могу слушать музыку онлайн, вот, да, в таком... Я не могу. Ну, я думаю, что у каждого, я вот тоже об этом думаю, что всё равно живое искусство, оно живое, и у меня даже в музее было это ощущение, когда я попала на выставку спасённого искусства, помнишь, та история, которую в Германии нашли человека, у которого картины хранились 50 лет, и их выставили, я реально зашла в зал, и я поняла, что картина, и свет говорит, ну, наконец-то, нас видят, ура! Ну, то есть, было какое-то такое ощущение, что они, вот, они прихорошились, как бы принарядились и готовы нам показаться. То есть, даже, на мой взгляд, любое произведение искусства требует зрителя и требует живого участия, вот этого вот взаимоотношения живой энергии. Взаимообмен. Да, и, конечно, театр — это самое сильное в этом отношении, потому что там живой человек с живым человеком, общается. И мне кажется, что как бы мы сейчас не трансформировались за этот период, мы всё равно скучаем по живому общению и по живому театру, все мы. Женя, а мне кажется, что это на самом деле какое-то великое открытие, да, потому что мы не понимали, что этот люксус театра и так далее, и так далее, что, какое он место занимает в нашей жизни. То есть, вот мы сейчас видим на портале нашего, это театра, ну, милый, милый, милый спектакль, да, какой-то, я не буду говорить, спектакль «Энн». И когда мы видим, что 8 тысяч просмотров, 8 тысяч просмотров, и ты понимаешь, что из каких-то соображений людей тянет туда, вот туда, что-то там, какой-то магнит заложен. мне кажется, ну, то, что я вижу, например, все эти замечательные чтения стихов или литературных произведений, это все, на самом деле, такой крик ностальгии по театру, да, ну, это все, это все признание того, что мы без театра жить не можем, но создать его в интернете мы тоже не очень можем. Но я могу тебе сказать, что я вот сейчас сама смотрела спектакль, документальный спектакль Кирилла Серебренникова «Похорн Сталина», который он делал в Москве несколько лет назад, и это, конечно, на меня произвело сильное впечатление, потому что только на Ютьюбе, они транслировали в Инстаграме, в Фейсбуке нас и на Ютьюбе, вот я смотрела на Ютьюбе, на Ютьюбе одномоментно было 5800 зрителей, не просто, а вообще одномоментно, онлайн, вечером, воскресенье, 12-го числа, вот, ну, когда сейчас было, нет, подожди, какой был, 12-е, да, вечером воскресенье, потом повторяли тоже, но вот вечером воскресенье смотреть довольно сложный спектакль, в котором на самом деле очень много было про Прокофьева, да, это история Прокофьева, которого хранили параллельно Сталиным. Очень сложный, очень непростой спектакль, смотрели 5800, онлайн, вот одномоментно, это на меня произвело очень сильное впечатление, конечно, то есть это в 10 раз больше, чем помещается, больше, чем в 10 раз, чем поместилось тогда в Гоголь-центре, в 10 раз больше людей увидело, и, конечно, эти люди, мне кажется, ну, как, в них попадет какая-то, какое-то хорошее слово, вирус театра, вот пусть, пусть этот вирус, я вот сейчас заканчиваю, потому что у нас уже время заканчивается, спасибо тебе большое, Яночка, огромное спасибо, и мне кажется, еще будет о чем поговорить, и что-то вспомнить, да, и мне кажется, что если это вирусное время сделать так, что через интернет вирус театра попадет в большое количество зрителей, вот это я буду просто счастлива. Прекрасно, прекрасно. В любом случае, это время, это время признания любви, признания любви к театру, и к тому, что эта часть жизни, она невероятно важна. Спасибо тебе большое, спасибо, привет Ганноверу, и удачи новому твоему делу, хорошо? Спасибо. Спасибо, Яна, спасибо. Всего доброго, до свидания, зрители и слушатели.